И сегодня по волшебным картам Дзен Оши мы сделаем с вами расклад и посмотрим, что ожидает весов в марте 2020 года. И мои весы, что я вам могу сказать, это карта, которая переводится как терпение, младший аркан Радуга, владение физическим. Видите, эта женщина беременна и она ждет, когда появится на свет ее младенец. Так и вам карты говорят, что сейчас настало время, когда нужно просто подождать. Подождать, когда вырастут те семена, которые вы посадили, вырастут те ваши ожидания, те ваши действия, которые вы до этого уже вложили. Сейчас просто нужно остановиться и быть терпеливым, просто быть спокойным, быть ожидающим. Видите, женщина в центре фигуры, она сидит и фаза луны проходит над ее головой, она просто ожидает. Так вы должны сейчас не нервничать, не действовать, не ругаться, не вызывать какую-то бурю эмоций, а просто спокойно подождать. Давайте посмотрим, что же ожидает еще знак Зодиака Весы в марте 2020 года. То есть вам, карта говорит, вы должны быть просто пассивны сейчас и должны просто позволить себе здесь без всякого волнения оставаться в ожидании. Ну что ж, дорогие мои весы, в вашу жизнь придет абсолютно полная гармония в марте месяце. Если вы ждете какой-то совет, подсказочку откуда-то, то эта подсказочка обязательно придет. Появится мудрый человек, который будет для вас авторитетом и даст вам хорошую подсказку. Если вы же просто ждете, что же дальше будет, то вот эта карта говорит, что будет только положительные изменения. Это изменения положительные особенно идут. Вот видите, здесь четыре стихии, и этот человек сидит на книге мудрости. Это вот просто полная коробочка, понимаете, того, что может быть. То есть все хорошо, и искусство, и наука, и в медицине, и в духовном развитии, и интуиция. Все это вот у вас на высоком уровне будет в марте месяце. Во всех этих аспектах у вас должно быть хорошее, правильное, положительное проявление. Никаких отрицательных моментов здесь нет, наоборот, только положительные моменты. Эта карта подразумевает справедливость, честь и понимание, разум и разумные действия. Это справедливое и разумное использование власти. Эта карта называется Изобилие. Младший Аркан, Радуга, видите? Эта фигура, этот человек, он может делать что угодно, как вы видите, наслаждаться жизнью, танцевать, петь. В то же время он наслаждается глубинами понимания и списла, доступным мудрецам. Видите, он сидит на книге. Также четыре стихи его окружают. Это показывает, что он уважает и содержит в себе смысл и женской красоты, и мужского достоинства. Поэтому, когда выпадает эта карта, то этот король Радуги несет поддержку для женщин в мужской энергии, а для мужчин эта карта говорит о том, что вы должны позволить полноте человеческих чувств осветить ваш путь в марте месяца. Так что в любовных делах у вас должен быть полный порядок, дорогие весы. Давайте достанем третью карту и посмотрим, что же еще ожидают весы в марте 2020 года. Так, у нас с вами выпала карта, которая говорит, что у вас хороший заложен фундамент в прошлом. Вы делали и ошибки, и достигали какие-то вершины. Но у вас сейчас достало время, когда вы должны сделать, вынести опыт из прошлых лет и вынести опыт из прошлых пережитых вами ситуаций. И этот опыт применить в своей жизни в марте месяце. Потому что эта женщина, она обращается к дереву, она обнимает дерево, она как бы обменивается энергией с деревом. Потому что у дерева тоже есть своя энергия. Так и вы должны как бы обменяться энергией с прошлым опытом своим и сделать с этими вот выводами, которые вы сделали, с этим вот опытом жизни. Вы должны пойти в марте месяце в новый цикл весенний и должны применить его. Если вы будете самоуверены и не будете применять этот опыт, если вы не будете с оглядкой весы смотреть на свое радужное положение, у вас уж больно очень хорошие карты в начале, понимаете, радуга, радуга у нас здесь, то вы можете потерять все, что вы наработали с большим трудом, все, чего вы достигли. Поэтому обязательно разложите, пожалуйста, по полочкам, не поленитесь, как весы взвесьте, где положительные для вас были моменты, где отрицательные, обязательно. Прямо листочек себе такой, запишите первый, второй, третий пункт, что было хорошо, что нужно взять с собой, чтобы было плохо, чего нужно избегать, чего не нужно повторять. Потому что те упорные личности, которые не делают этого, которые не смотрят назад, ну, было и было, и пошли дальше, они рискуют при таких хороших картах, они рискуют оказаться за бортом. Казалось бы, вот полная корзина, целый корабль сокровищ, и вдруг оказаться за бортом, почему? Ну, потому что эта вам карта говорит о том, что нужно следить и за расходами, которые идут. Вроде бы деньги есть, но, понимаете, могут возникнуть какие-то ситуации, которые уже были в вашей жизни, но вы не хотели о них вспомнить. Сразу в голову, как говорится, нам не придет, не подскажется. И только потом, по прошествии какого-то времени, мы говорим, блин, да вот же была такая ситуация. Да, и опять она может привести к какому-то краху. Поэтому следите за своими деньгами, следите за своими растратами, следите за своими взаимоотношениями, за подписанием контрактов. У вас все хорошо, у вас прямо в полном изобилии. Вот это вот вообще изобилие из изобилия, понимаете? Но нельзя это изобилие раскидывать. Вот о чем говорит эта карта. Следите за тем, куда вы это все растрачиваете. Давайте достанем еще одну карту для весов на март 2020 года. Пожалуйста, для весов, март 2020 года. И посмотрим, что же карта нам говорит. Так, нам с вами выпала вот эта вот шкурка овечки. Общество так устроено, что нас, нами управляют. Мы масса. И массой проще управлять. Хотя каждый человек является, конечно же, индивидуумом. И на нас одевают вот такие шкурки послушных овечкам. И мы становимся общим стадом. Есть пастух, и пастухам проще за этим стадом следить. Вот в марте карты говорят, что ваша энергия будет на таком высоком уровне. Ваши вот достижения, достоинства, энергии. Вот эта карта вот полного изобилия вот всего, чего хотите. Мудрости, богатства, славы. Вот всего, понимаете? Всех стихий любви. И вам карты говорят, главное, не растеряйте. Вспоминайте прошлое, свои любовные расставания, какие-то денежные неприятности или приятности на работе. Те выводы, которые вы тогда для себя сделали, вы запишите, вспомните их, чтобы в марте месяце, если похожие ситуации будут проскакивать, как старые кадры из фильмов, вы будете говорить, а-а-а, вот-вот-вот. Карты меня предупреждали, я так делать не буду. Я лучше вот так поступлю. И ваше изобилие останется с вами. А здесь карты призывают вас выйти из этой шкурки, выйти из этого состояния и все-таки быть тем, кем вы являетесь. А вы являетесь большим, мощным львом, красивым, огромным царем зверей, а не овечкой. Итак, еще раз у нас с вами карты говорят о том, что у вас нужно терпение, спокойствие, без лишних резких движений. Вы просто сидите и ожидаете, как на этой карте женщина сидит и ожидает рождения ребенка. Вы в полной радуге, вы в полном обаянии, вы в полном богатстве. Но правильно нужно распорядиться этими богатствами, даже при материальном раскладе правильном. Эта карта говорит, что вам нужно обязательно составить список и перебрать весь свой опыт и обязательно сделать выводы все, записать их, чтобы не растратить в марте месяце то добро, которое свалится на вас. И карта, где она говорит, что вам нужно выйти из состояния овцы и стать, показать свое истинное Я. А эта карта у нас называется Обусловленность, старший аркан, между прочим. И вы должны обязательно не забывать вот про эти карты, которые вам выпадают, потому что есть такая притча, я вам расскажу, как овечка вырастила льва. И пока львенок попал к овце в ее стаю, он думал, что он овца. Пока старый лев не схватил его, не потащил к пруду и заставил посмотреться в свое отражение. Так и вы скиньте с себя, сбросьте. Пока вы не сбросите свою личность, вы не сможете найти свою индивидуальность. Вот это вот важный момент в вас на март месяц. Делайте, что хотите. Бегайте, прыгайте, бейтесь головой, но вы должны выпустить себя, своего внутреннего Я из того, какую маску на вас одело общество или какую маску вы сами на себя одели. Потому что вам настало время в марте двигаться дальше. И вот эта вот маска, она вам мешает, она вам не позволяет просто двигаться дальше. Давайте достанем последнюю пятую карту и посмотрим, что же еще. Ну да, вот опять мысли, мысли, мысли. Опять облака. Вот эти мысли говорят о том, это вина карта, что вы себя мучите, вы все грызете. Это не кто-то там лезет руками, это вы сами в своем собственном мозгу, в своих собственных мыслях. испытываете какие-то чувства, которые изъедают ваш мозг и не дают вам мыслить позитивно. А в то время, пока вы... А время ограничено, да, пока вы тратите время на негативные мысли, позитивные мысли не приходят, их очередь не приходит. И поэтому вы пребываете в некотором стрессе, усталости, озабоченности. Это карта у нас облака владения разумом. Видите, тут так и нарисовано. Владеет головой нашей. Это младшая аркана облака. Облака – это всегда у нас владение нашим умом. То есть это не какие-то взаимоотношения с людьми, не какие-то поступки, не какие-то действия, а именно вот то, что происходит у нас в голове. И что хочется этой карты сказать? Да все мы, все мы люди, мы хотим казаться лучше, чем мы есть, мы хотим делать поступки лучше, чем мы есть. Но иногда мы себя изводим за наши промахи, за наши какие-то поступки, не те, которые бы хотелось совершить. Это нормально, понимаете? Это абсолютно нормально. Мы такие, какие мы есть. Нужно просто сделать выводы, карта вам говорит, сделать выводы, вынести свой опыт и отбросить эти чувства вины от себя. Не надо. Вина, она только изъедает изнутри, она не позитивная карта. Это не позитивная карта. Эта карта говорит о том, что вы просто себя изводите. Все, что вам нужно, это нужно сделать выводы, вынести опыт, вынести опыт и двигаться дальше, извлекая уроки из того, что у вас было. И не повторять те ошибки, которые были. Дорогие весы, у вас неплохой расклад. Не надо думать, что что-то вот все пропало. Наоборот, такие карты мощные у вас. Мощнейшие. Просто такая радость, удача, успех во всем. Вот в чем пожелаете. В науке, в искусстве, в любви. Все вам по плечу. В марте месяце все можете начинать, во всех творческих, нетворческих аспектах двигаться. Единственные карты говорят, общество из вас делает послушных, общество из вас делает тех, кем удобно управлять, пастухам. Сделайте выводы какие-то, сделайте, какие-то события пройдут в вашей жизни в марте месяце, которые уже были, которые уже были так или иначе в вашей жизни. Поэтому карта говорит, сделайте выводы, пожалуйста. Сбросьте с себя шкурки, разберитесь в своей голове, сделайте выводы, и опыт из этих выводов вынесите. И отбросьте всю вину, она не нужна. Ни к чему хорошему она вас не приведет. Давайте я еще одну карту достану, потому что не люблю оставлять вот с этими картами вина, то, что владеет головой, всегда с облаками, всегда сложный момент, и хочется достать еще одну карту и посмотреть, что же все-таки... Ага. Ну, все хорошо, все хорошо. Вот вы... Вот эта карта тотального контроля, вы все контролируете, все у вас в ваших руках, все у вас под контролем. Видите, здесь как циркачи под куполом цирка, там никто не может быть... Никто не может быть отстранен от действия, да, никто не может позволить себе хоть чуть-чуть отвлечься, иначе вся эта конструкция осыпется, и они разобьются. Вместо представления получится непонятно что. Карта это хочет вам сказать, что не надо себя... Да, видите, она как раз закрывает нашу вину и вот все прочее. Не надо хвататься по чуть-чуть, потому что вам кажется, что вы должны быть везде и сразу и делать все действия сразу. Нет, этот человек делает свои действия, этот человек делает свои действия, а вы должны сделать единственное свое действие и не бегать не там по чуть-чуть делать, там по чуть-чуть, там по чуть-чуть. Вы должны просто методично действием за действием планировать свою работу и делать, и все у вас будет хорошо, и будет у вас радуга в вашей жизни. Просто делая по одному шагу за другим шаг за шагом и тогда у вас будет не рассредотачиваться а наоборот вы будет достаточной энергии вашего внимания на то чтобы выполнить эту работу все у вас хорошо дорогие весы я и не сомневалась не позволяйте мыслим изъедать свою голову когда приходят дурные мысли единственный совет всегда ко всем картам с дурными мыслями всегда сделать нужно опыт сделать какой-то вывод взять этот вывод взять этот опыт из той ситуации которая изъедает все все остальное забросить отбросить забыть отложить в сторону потому что если вас мучает вина какому-то умершему человеку его не вернуть но мы должны сделать опыт и чтобы для других выводы чтобы для другого человека который также нам важен в жизни мы были уже более приятными более ответственным чтобы у нас уже это не появлялось и все понимаете нужно просто отбрасывать эту вину не позволять себя изводить и карта говорит видите не надо рассредотачиваться на все дела сосредоточиться на своем конкретном деле и выполняйте его шаг за шагом тогда у вас все будет вовремя проходить и ваше умение и ваши способности всего будет достаточно всего будет хватать и энергии все всего доброго вам и до новых моих раскладов